Я, Марлен Александрович Вячеславович, был мобилизирован 5-го 06-го. Получил повестку при выходе с маршрутки, на которой было указано в течение трех дней явиться военкомат. Три с половиной месяца где-то просидел в части, окольными путями, чтобы не выдвигаться в сектор, для выполнения тупых боевых действий. Не вижу смысла в нашей войне между украинцами, народами и русскими. Выдвинулся с учебной части в сектор боевых действий 13-го октября в Харьковскую область. И то ли 19-го, то ли 20-го числа мы выдвинулись в колонны для выполнения так называемого боевого задания. Мы выехали в лесоболосу для забора раненых. Начался бой. На глазах в течение двух минут погибло двое наших парней. И шла группа. Мы сложили оружие, сдались. Это глупая война. Возможно, кто-то когда-то наконец-то это поймет, что и наши семьи плачут, и российские матери так же само страдают. Надо договариваться. Надо завязывать это все. Сколько же это можно уже. Жена, я думаю, сейчас там вообще неведомь где-то. Я тоже в районе недели уже на связь не выхожу. Я более чем уверен, что если наше подразделение вернулось на ППД какое-то или еще что-то, скорее всего подалека просто пропавший без вести. Я никогда не понимал вот этого конфликта, так как у меня очень много друзей в России. Я играю в онлайн-игры разные, и я очень много с кем общаюсь. И когда вот даже 24-го числа это все началось, да, некоторые парни, не спорю, начали обозлились на меня. Вот, и хохол, ты хохлянь, и тому подобное. Некоторые до последнего дня, вот, пока я был дома, продолжал играть, общался. Для последнего поддерживали, там, сами аккуратно береги себя, ну, мало ли, даже вот, когда я некоторым рассказал, что уже получил повестку, они говорят, а ну, оно тебе надо, ну, у них вы парни. Я бы с удовольствием говорю, ну, тюрьма, не сильная охота, сроки там неподъемные, и постареть можно. Бежать некуда. Денег, чтобы отвалить за границу, выехать, таких сумм нет. Чтобы сумма неподъемные, необычные, среднестатистического жителя страны, там, вот, пяти тысяч долларов, чтобы ты проехал. Почему мы не можем найти общие языки, я не могу понять. Ну, вот, честно, вот, Денис, Клуганск, да, которые, там, восемь лет назад проявили себя, вот, они захотели жить автономно. Я не могу понять, почему наша власть, там, пытается эти территории обратно забрать, ну, если люди выйдут, да, там, с Крымом, там, непонятно, то его туда дали, то его сюда, это обратно же. Провели референдум, он отсоединился, попросил присоединения к России, все. Что, ну, просто видно, где-то там, те большие люди, которые сидят в очень мягких кабинетах, не понимают, что такое страдание народа. Их бы туда на сутки хотя бы всех в этом населенный пункте, чтоб где-то рядышком пару раз бы махнул. Я думаю, что ситуация поменялась. Если действительно люди хотят отсоединиться, то почему бы и нет. То есть у нас в Одессе, когда вот в 14-м была попытка создания ОНР, то нам просто влиятельные бизнесмены не дали этому. То есть те люди, у которых большой куш, всегда же играют хорошую роль. Ну, я ездил в Приднестровье, да, через границу, там же не загранник, а ничего не нужно. Просто я поехал, обился болдавского вина и вернулся обратно в Украину. И все хорошо. А у нас же не покажут это. У нас этого не покажут. У нас даже каналы YouTube, которые там вот в начале марта и в апреле еще были, на там вот пленные первые, которые попадались, эти парни, рассказывали, что будьте аккуратны. Но сейчас эти каналы блокируются. Тупо ботами сыпется по миллиону жалоб, и оно все блокируется. То есть если я там ничего типового не сказал, да, оно будет светиться, но чисто для видимости. А если там какая-то штука, все, сразу ботами засыпалось и видео удалилось? Да, я хочу, но если мне получится вернуться домой, я вот так каждому своим подойду и объясню. Ну, я же говорю, я сейчас расскажу, во-первых, я скажу, меня там чхолкнут, если все-таки получится вернуться. Ты же понимаешь, свободное слово, оно только на словах. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok